Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия изучения диалектики Марксом, Энгельсом и Лениным. Ведет занятие кандидат технических наук Юрков Кирилл Валерьевич. Здравствуйте, дорогие товарищи! Итак, разрешите, пока у меня есть такой случай, поздравить вас сначала с наступающим праздником, 70-летием Дня Великой Победы в Великой Отечественной войне. Надо сказать, что сегодня победа Советского Союза и Советского народа приобретает глубокий смысл, дополнительный смысл в связи с тем, что вот эта проблема фашизма опять выходит в мире на первый план. Фашизм появляется, фашизм приобретает новые формы и, скорее всего, нам всем еще предстоит в истории бороться с фашизмом, хотя, казалось бы, вот Советский Союз, понеся огромные жертвы, победил это зло империалистичное, порождение империализма, но вот, по всей видимости, нам придется бороться с фашизмом вновь. Переходя к теме сегодняшнего занятия, сегодня мы будем говорить о том, как изучали диалектику Маркс, Энгельс, Владимир Ильич Ленин. Ну, начну я с того, что напомню то, что все мы знаем, что марксизм содержит в себе три основных, три момента. Три момента марксизма – это диалектический материализм, примененный к истории и оттого ставший историческим материализмом, это критика капиталистического способа производства или политическая экономия, которая изложена по большей части в капитале, и исторический, извините, и научный социализм. Значит, методом марксизма, как осознанием формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета, является диалектика или диалектический метод. Все помнят, что мы много об этом раз говорили, что наиболее полно, наиболее последовательно диалектика и диалектический метод изложены в работе Гегеля «Наука логики». И вот на науке логики здесь я позволю себе остановиться поподробнее и рассказать вот о чем. Значит, очень часто говорят, что Гегель, мол, был идеалистом, и поэтому вся наука логики пронизана таким идеалистическим духом, и что для того, чтобы науку логики применять в марксизме, нужно изгнать из нее идеализм, выкинуть идеализм и так далее. Вот такие фразы звучат. Но давайте обратимся к тому, что же представляет собой наука логики как таковая. Наука логики – это категории, которые рассматривает Гегель, и логические переходы между этими категориями. И надо сказать, что основным содержанием науки логики, безусловно, являются вот эти логические переходы между категориями. А название категорий Гегель берет из истории философии, просто забирая из огромного философского багажа к тому времени название вот этих категорий. С какой категории Гегель начинает науку логики? Категория первая, которую он рассматривает в науке логики – это чистое бытие. Ну вот чистое бытие, надо сказать, что это категория, то есть начало логики, мягко сказать, к идеализму никакого отношения не имеет. Ну категория как категория – это просто есть бытие, абстрагированное от всего, неопосредственное ничем и так далее. Категория никак к идеализму не имеющая прямого отношения. Хотя, когда Гегель пытается объяснить, почему он взял эту категорию чистого бытия в качестве начала, он пытается объяснить, почему он не взял категорию «я», почему он не стал рассматривать в самом начале. Там идет рассуждение о Боге, можно найти в предисловии. Но когда начинается разговор о категориях, мы берем категорию чистого бытия. Дальше переходы все от категории к категории подвержены формальной логике, подчиняются формальной логике. Поэтому кто бы ни взялся делать эти переходы, изучать это движение от одной категории к другой категории, он получит вообще говоря тот же самый результат, что и Гегель. Поэтому в этом смысле тоже никакого идеализма в науке логики вот в этом смысле нет. Дальше. Сама логика представляет собой произведение, которое Гегель разбивает на две части. Это первая объективная логика, содержащая учение о бытии, учение о сущности. И субъективная логика, содержащая учение о понятии. Но вот в этом движении, приходя в субъективную логику, Гегель доходит до абсолютной идеи и говорит, что абсолютная идея – это соединение двух идей. Теоретическая идея и идея преобразования мира. Ну вот, чем не материалистическая постановка, которая может быть прямо применена к марксизме. Ну и подтверждая эту мысль, можно сказать следующее. Владимир Ильич Ленин, когда он изучал науку логики систематически, я к этому вернусь еще, в 29 томе своих с полного собрания сочинений, в конспекте науки логики записывает следующее. Это фактически самый конец конспекта науки логики. И Владимир Ильич Ленин пишет. «Замечательно, что вся глава об абсолютной идее, это он говорит о третьей главе, о последней самой главе, почти ни словечко не говорит о Боге. Едва ли не один раз случайно вылезло божественное понятие. И кроме того, почти не содержит специфический идеализма, а главным своим предметом имеет диалектический метод. Итог и резюме, последнее слово и суть логики Гегеля есть диалектический метод. Это крайне замечательно», – отмечает Владимир Ильич. И еще одно. В этом самом идеалистическом произведении Гегеля всего меньше идеализма, всего больше материализма. Противоречиво, но факт. Вот Владимир Ильич, систематически штудируя науку логики, указывает, что в этом произведении всего больше материализма. Но в действительности и Энгельс в предисловии к «Капиталу» указывает, что они с Марксом перевернули Гегеля, поставили его с головы на ноги, и вот эту систему диалектическую гегелевскую истолковывают материалистически. Что значит в данном случае материалистическое истолкнование диалектики? Давайте еще раз вернемся к этому движению категорий. Значит, диалектика, безусловно, это раздел философии. А философия – это наука, которая изучает наиболее общие законы развития природы, общества, мышления. Но вот наиболее общие законы развития мышления изучает как раз диалектика. И кажется, что это движение мысли, развитие категории, просто движение мысли, никак формально не связано с движением материи. Но вот материалистическое истолкование гегелевской диалектики как раз и заключается в том, чтобы увидеть следующий факт. Что такое мысль? Мысль – это свойство высокоорганизованной материи отражать саму себя. Ну вот получается, что материя развилась до высокоорганизованной формы, до человека. Человек обладает сознанием. Простите, сознание – это способность высокоорганизованной формы материи отражать саму себя. Значит, человек обладает сознанием и отражает окружающую материю в мысли, а выражается мысль в языке. И вот поскольку человек много раз в своей деятельности производил одни и те же операции над материей и делал одни и те же логические переходы, не осознавая этого, получилось, что в языке вот это объективное движение материи уже отразилось. И поэтому гегелевское, материалистическое истолкование гегелевской диалектики означает, что движение категорий надо рассматривать не как движение мысли вообще, а отражение движения материи, которое развилось из-за того состояния, что она может отражать сама себя, и это отразилось в языке мыслью. Вот что означает материалистическое истолкование. Ну и Ленин в конспекте, опять же, в конспекте науки логики, пишет, что исторический материализм как одно из применений и развития гениальных идей зерен в зародыши, имеющихся у Гегеля. То есть исторический материализм непосредственно вытекает из гегелевской диалектики. Он не является отрицанием этой диалектики. Говорят иногда, Марксова диалектика – это не то же самое, что гегелевская диалектика. Вот это положение не является верным. В действительности просто исторический материализм – это развитие идеи Гегеля, истолкование их материалистическое, и применение этого метода, этого движения, развлечение его в историческом движении материи. Ну и вот тут же Ленин замечает, что практическая деятельность человека миллиарды раз должна была приводить сознание человека к повторению различных логических фигур, дабы эти фигуры могли получить значение аксиом или категорий. Вот, собственно говоря, о том же самом говорит здесь Ленин, что вот эти категории, они уже отразились в языке, и гениальным достижением Гегеля является то, что он эти категории смог увязать в логическую, непротиворечивую систему движения этих категорий и взаимосвязи между ними, переход одной категории в другую. Поэтому, значит, на сегодняшний день можно сказать, что наука логики, по словам Энгельса, является единственным компендием диалектики, то есть кратчайшим путем, прямой дорогой. Как Маркс с Энгельсом изучали Гегеля? Как они относились вообще к вопросу изучения науки логики? И как они, применяли ли они в жизни вот эту систему гегелевской диалектики? Все знают, что они вобрали в свои произведения, теоретические произведения гегелевского диалектики, и использовали ее непосредственно в своих произведениях. Маркс в «Капитале» безусловно использует гегелевскую диалектику. Энгельс в «Антидюринге» показывает, каким образом эта гегелевская диалектика используется. «Диалектика природы» произведений Энгельса. Эти все произведения на слуху, и все их знают, все могут ознакомиться и понять, каким образом диалектический метод применяется классиками в их произведениях. Но интересно здесь отметить, возвращались ли Маркс и Энгельс к гегелю, насколько часто они это делали, и как они, штудировали ли они вообще диалектику гегеля. Или они просто прочитали, будучи младыми гегельянцами, они прочитали один раз гегеля, и на этом остыли к нему, забросили его, и так изредка использовали этот гегелевский метод. Для того, чтобы понять, как использовали и как изучали Маркс с Энгельсом гегеля, я предлагаю обратиться к переписке Маркса с Энгельсом. Данная переписка, вообще говоря, содержит 5 томов. Это достаточно большой объем и достаточно большой материал. Но вот Владимир Ильич Ленин для нас сделал конспект переписки Маркса и Энгельса. И вообще говоря, в нужных и важных местах он сделал для нас пометки для изучающих. Марксизм сделал пометки, на что обратить внимание и так далее. Поэтому я, во-первых, всем рекомендую вот этот конспект прочитать. Он связан не только с той темой, которую мы сегодня обсуждаем, но и обсуждение между Марксом и Энгельсом тех теоретических положений, которые потом войдут в «Капитал», в «Антидюринг» и прочие произведения, они содержатся вот здесь. И это очень интересный и благодатный материал для изучения того, как мысль классиков двигалась. Но вот я позволю себе процитировать некоторые места из переписки Маркса и Энгельса, чтобы показать слушателям, что в действительности Маркс и Энгельс обращались к Гегелю чуть ли не ежедневно во всех своих исследованиях, во всех своих разработках, они всегда пытались соотнести свои мысли с Гегелем, перечитывали Гегеля, науку логики в том числе, и пытались найти у Гегеля всегда что-то новое. И вообще говоря, кто изучал систематически науку логики, наверняка знает, что при первом прочтении книжица, мягко говоря, тяжела для понимания. В втором прочтении тоже тяжела. Третье прочтение, четвертое. И вот вроде бы оказывается, что к какому-то там прочтению, такому штудированию глубокому, вроде бы начинаешь понимать эти категории и переходы между ними. И каждый раз, когда кажется, что понял, начинаешь считать заново, и всегда что-то новенькое отыскиваешь. Вот Маркс с Энгельсом двигались по тому же пути. Маркс, 14 января 1858 года пишет по поводу работы над капиталом, первым томом. «У меня порядочные успехи», – пишет Маркс. «Например, я выбросил за борт все учение о прибыли в том виде, в каком оно имелось до сих пор. В методе обработки материала мне очень пригодилось то, что я вновь перелистал логику Гегеля, случайно попавшую мне в руки. Фрейлинг Гарт нашел несколько томов Гегеля, принадлежавших прежде Бакунину, и пристал их мне в подарок». Вот, дорогие товарищи, а многим ли из нас, коммунистам, в нашей повседневной работе может попасться вот так вот томик Гегеля, и что мы его начнем перечитывать. Мне кажется, вот здесь нам надо пример брать с Маркса. И далее пишет. «Если бы когда-нибудь снова пришло время для подобных работ, я охотно изложил бы на двух или трех печатных листах в доступной обыкновенному человеческому рассудку форме то рациональное, что есть в методе, который открыл Гегеля, но в то же время подверг мистификации». А история в дальнейшем показала, что Марксу не удалось. «Изложить на двух-трех печатных листах то рациональное, что было в науке логики Гегеля». И есть все основания полагать, что это не связано с тем, что время к этой работе просто не пришло. Поэтому и по сей день наука логики является единственным компендием диалектики. Дальше в одном из писем Маркс разбирает работу Лассаля Гераклит Темный и пишет, что тут он, Лассаль, в заключении, к великому своему огорчению увидит, что одно дело путем критики довести науку до такого уровня, что ее можно было изложить диалектически. И совсем другое дело, имея одни только слабые намеки, намеки подобной системы, приложить к ним абстрактную, готовую систему логики. Вот здесь Маркс пишет о том, о чем потом в будущем полемизировал Владимир Ильич в своих первых работах с народниками, в частности, с Михайловским, что применение диалектического метода это не такое механическое прикладывание вот этих движений категорий к изучаемому предмету. То есть здесь механического переноса получиться не может. И Маркс об этом пишет. Оказывается, что критика вот критика того той науки, которая имеется на данный момент, может позволить диалектически изложить, диалектически развернуть некоторые научные положения. Что, собственно говоря, получилось у Маркса в «Капитале», когда он критикует, но не просто отбрасывая критикует, а с удержанием работы великих, надо сказать, английских политэкономов. Идем дальше. Энгельс теперь уже 14 июля 58-го года пишет Марксу. «Кстати, пришли же мне обещанную философию природы Гигеля. Я занимаюсь сейчас немного физиологией, а затем думаю заняться сравнительной анатомией. В этих науках имеются сугубо философские вещи, совсем недавно открытые. Мне очень хочется узнать, не предвидел ли старик чего-нибудь из всего этого? Несомненно одно. Если бы теперь он писал свою философию природы, то все эти вещи слетались бы к нему со всех сторон. Хотя, вообще говоря, успехи, достигнутые веществознания за последние 30 лет очень мало кому известны. Вот здесь видно, что Энгельс и всегда в данном месте думает о том, что бы думал и как трактовал Гегель достижения в физиологии. И далее он пишет. «Клетка есть гегелевское в себе бытие и проходит в своем развитии в точности гегелевский процесс, пока из нее наконец не развивается идея в кавычках данный законченный организм». Другой результат, который очень порадовал бы старика Гегеля, это взаимодействие сил физики или закон, в силу которого при определенных условиях механическое движение, то есть механическая сила превращается в теплоту, теплота в свет, свет в химическое сроство, химическое сроство в электричество, а это последнее в магнетизм. Вот такие мысли Энгельс высказывает по поводу применения диалектики к физиологии и другим наукам. Далее Маркс 8 января 1868 года пишет «Вещь Дюринга он приват-доцент Берлинского университета весьма прилично, несмотря на то, что я так жестоко обрушился на его учителя Кэрри. Кое-что Дюринг очевидно не понял. Самое же забавное, что он сопоставляет меня со Штейном, так как я занимаюсь диалектикой, а Штейн вкладывает бессмысленный набор величайших пошлостей в деревянных трихотомиях, облеченных в кое-какие гегелевские категории». Но вот здесь Маркс опять указывает на то, что просто механически перенес вот этих трихотомий гегелевских на так называемых на самом деле гегелевских трихотомий на изучаемый предмет это порочный путь и мы уже об этом говорили, что в дальнейшем и Владимир Ильич полемизирует по этому же вопросу с народником Михайловским. Вот еще одно место. Маркс пишет Энгельсу. «Но что сказал бы старик Гегель, если бы узнал на том свете, что общее означает у германцев и северян ничто иное, как общинную землю, а частное ничто иное, как выделившуюся из этой общины земли частную собственность? Выходит, что логические категории проклятия прямо вытекают из наших отношений». Вот здесь указание, прямое указание на то, что действительно вот это гегелевское движение категорий в науке логики является отражением объективного движения материи вообще. Про децигена Маркс пишет. «Исследования децигена, кроме тех мест, где проглядывает влияние Фейербаха и так далее, словом, его источники, я считаю вполне самостоятельной работы. В остальном я согласен со всем, что ты говоришь. Насчет повторения я скажу ему несколько слов. Очень плохо для него, что как раз Гегеля он не изучал». Видно, что Маркс с Энгельсом большое значение отдают изучению, штудированию диалектики. И вот еще одно место по этому поводу. Маркс пишет. «Кстати, Стерлинг Эдинбург, переводчик логики Гегеля, стоящий во главе английской подписки на памятник Гегелю, написал небольшую брошюру против Гексли и его протоплазмы. Парень, естественно, как шотландец, усвоил вселожную религиозную и идейную мистику Гегеля. Но его знание гегелевской диалектики позволяет ему вскрыть слабые места Гексли, когда тот начинает философствовать». Вот оказывается, что просто даже знание, по мнению Маркса, гегелевской диалектики позволяет на уровне полемизировать в философских вопросах с философами и вскрывать их неточности и ошибки, даже не истолковывая Гегеля материалистически. просто изучая его, изучая науку логики. Делая замечание на капитал Маркса, Энгельс пишет вот здесь очень хорошо. Нет, извините, значит, Энгельс пишет Марксу по поводу своих соображений к философии природы. «Сегодня утром в постели мне пришли в голову следующие диалектические мысли по поводу естественных наук». То есть, надо сказать, что Энгельс не расставался с диалектикой и осмыслением диалектики даже во сне. Далее. 21 сентября 1874 года Энгельс пишет «Я глубоко погружен в учение о сущности. вернувшись с Джерсея, я нашел здесь речи Тиндаля и Гексли в Белфасте, в которых снова обнаруживается неумение этих людей разобраться в вещи в себе и тоскливое искание спасительной философии. Это после всяческих помех в течение первой недели снова дало мне повод заняться диалектикой». И далее. Ограниченным естественникам можно рекомендовать только отдельные места большой логики, хотя она значительно глубже проникает в диалектическую сущность вещей. Изложения в энциклопедии напротив того, как будто приноровлено к этим людям, иллюстрации берутся большей частью из их области и очень убедительны при том, ввиду большей популярности изложения, более свободны от идеализма. А так как я не могу и не хочу освободить этих господ от необходимости изучать самого Гегеля, то здесь настоящий клад. Ну вот получается, что согласно Энгельсу, если мы не хотим быть ограниченными естественниками, то нам придется изучать науку логики целиком. Далее. Рассуждая об исторических событиях Макс в 51-м году пишет «Кажется право, будто историей в роли мирового духа руководит из гроба старый Гегель, с величайшей добросовестностью заставляя все события повторяться дважды, первый раз в качестве великой трагедии и второй раз в качестве жалкого фарса». Маркс 9 декабря 1861 года «С твоей критикой Ицега я согласен, второй том интереснее уже по одному тому, что там имеются латинские цитаты, идеологизм проходит через все, и диалектический метод применяется неправильно». Гегель никогда не называл диалектикой подчинение множества случаев одному общему принципу. Ну и с вашего позволения мне осталось совсем немного цитат, а потом мы обсудим все это. Да, вот при изучении при написании Капитала Маркс пишет «Я мимоходом изучаю теперь Конта, потому что англичане и французы так много кричат о нем и подкупают в нем энциклопедичность, синтез, но по сравнению с Гегелем это нечто жалкое, хотя Конт превосходит его в качестве специалиста математика и физика, то есть превосходит в деталях, ибо в целом Гегель бесконечно выше даже и здесь. И этот дрянной позитивизм появился в 1832 году. Надо сказать, что с философским позитивизмом многие философы носятся и до сих пор. И это такой популярный вид, популярная разновидность объективного идеализма. Ну вот и последнее. Энгельс пишет Марксу о его впечатлениях о первом томе Капитала. Ты совершил большую ошибку, пишет Энгельс, не сделав ход мыслей этого абстрактного исследования более наглядным, при помощи более мелких подразделений и отдельных подзаголовков. Эту часть ты должен был бы дать на примере Гегелевской энциклопедии. По энциклопедии здесь Энгельс понимает малую, так называемую малую логику. В виде кратких параграфов, подчеркивая каждый диалектический переход особым заголовком и по возможности печатая все эти экскурсы и примеры особым шрифтом. Это придало бы книге в известной мере вид учебника, но зато существенно облегчило бы ее понимание для широкого круга читателей. Публика даже ученая теперь уже отвыкла от такого рода мышления и необходимо предоставить ей все возможные облегчения. Но надо сказать, что сегодня ученая публика тем более отвыкла от такого рода мышления и диалектический метод сегодня в науке применяется крайне редко. На что Маркс отвечает Энгельсу. Что касается развития формы стоимости, то я и последовал твоему совету и не последовал нему, желая диалектикам. Ну и так далее. Что мы видим? Что во всех я выбрал отсюда только такие самые яркие моменты обсуждения между Марксом и Энгельсом гегелевской диалектики. А в действительности эта переписка их пестрит просто отвращением к данному вопросу. Поэтому получается, что Маркс с Энгельсом на протяжении всей своей жизни обращались к диалектике, обращались к науке логики Гегеля, штудировали ее непрерывно и даже вот так могли случайно схватить томик науки логики и пересчитать его. Если вы помните какого размера наука логики, в общем и насколько материал там тяжел, это впечатляет. но теперь обратимся к Владимиру Ильичу Ленину. Что он думал по поводу изучения диалектики, как сам он изучал. Безусловно, первоначальные шаги Владимира Ильича в изучении диалектики, диалектической логики прошли через изучение трудов Энгельса. И уже в первых работах, в первых томах полного собрания сочинений Владимира Ильича можно видеть, что метод как таковой диалектический Владимир Ильич хорошо ухватил и применял его в своих исследованиях. Особенно это видно в работе, в первой такой серьезной крупной работе Владимира Ильича о развитии капитализма в России, который он просто закрывает вопрос о том, какой же собственно экономический строй господствует в России. Но к 1914 году политическая обстановка накаляется таким образом, разобраться в противоречиях между империалистическими державами становится очень сложно. На пороге Первая мировая война происходит крах Второго интернационала и вообще говоря, предательство лидерами Второго интернационала интересов пролетариата, интересов рабочего класса. И вот в этот момент, в 1914 году Ленин для того, чтобы разобраться в клубке вот этих всех противоречий возвращается к Гегелю, возвращается к науке логики, начинает систематически уже штудировать науку логики и появляются на свет его философские тетради, в которых он тщательнейшим образом конспектирует работы Гегеля, в частности науку логики. И тот, кто даст себе труд прочитать эти философские тетради, вот этот конспект науки логики, увидит, что в действительности даже при таком систематическом подходе, при систематическом штудировании Ленин сразу же не разобрался во всех переходах и во всех категориях, которые рассматривает Гегель. Вот, скажем, он пишет соотношение идеального и реального когда он доходит в первом томе учения о бытии, значит, когда Гегель рассматривает конечное, потом конечное выходит за свой предел, рассматривает моменты бложествования, потом происходит переход к бесконечному, оказывается, что бытие теперь это бесконечное, а не конечное, а конечное это отрицание бесконечного в бесконечном. И вот этот переход, а также соотношение, когда конечное и бесконечное соотносятся вот таким образом, у Гегеля это бесконечное называется в этом смысле реальное, а конечное называется идеальное, как момент бесконечного. Вот в этом месте Ленин указывает, что здесь темная вода что он плохо понял это место не разобрался в нем далее переход бытия к сущности изложен сугубо темно указывая указывает ленин ну и так далее да и ленин в самом начале этого конспекта замечает что он пишет следующее я вообще стараюсь читать гигеля материалистическим гигель есть поставленный на голову материализм по энгельсу то есть я выкидываю большей частью боженьку абсолют чистую идею и так далее но собственно говоря он идет по тому пути который проходит маркс энгельс в своем исследовании и в конце уже когда гигель когда ленин рассматривает учение о понятии в качестве афоризма на полях он пишет следующее нельзя вполне понять капитал маркса особенно его первой главы не проштудировав и не поняв всей логики гигеля следовательно никто из марксистов не понял маркса и полтора века спустя вот это изречение ленина надо понимать сегодня в связи с событиями которые произошли с уничтожением советского союза понимать не как афоризм а надо понимать буквально и действительно казалось бы тут некоторые наши товарищи считают что ли ленин пишет что нельзя вполне понять капитал маркса то есть понять можно но не но потомец ленин пишет что следовательно никто из марксистов не понял маркса и не вполне понял не не понял вполне я просто не понял маркса и полтора века спустя вот это всем сегодня кто изучает марксизм кто изучает коммунизм нужно хорошо усвоить когда надо сказать что из всех теоретиков и руководителей советского союза ленин пожалуй единственный кто оставил за собой такое наследие кто оставил указание на то что он систематически штудировал и изучал науку логики а несмотря на то что иосиф вестерионович сталин был безусловно марксистом был безусловно ленинцам он был вождем рабочего класса он этой тематике изучению диалектики не не уделял должного внимания вот в связи с этим возможно связаны те его теоретические неточности которые он допускает в своей работе в экономичную в работе экономические проблемы социализма в ссср до not говоря о состоянии партии позже анализируя состояние партии ленин в письме к съезду дает характеристику некоторым товарищем некоторым нашим соратникам и пишет вот в частности про бухарина он указывает что он не только сильнейший и крупнейший теоретик партии он тоже законно считается любимцем симпат всей партии но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским ибо в нем есть нечто схоластическое он никогда не учился и думаю никогда не понимал вполне диалектики вот говоря о том ленин говорит о том что теоретик партии никогда не учился и вполне не понимал диалектики время условно здесь указывают не на нем на недостатки бухарина недостатки самой партии ну и в конце уже своей жизни в после окончания гражданской войны ленин вновь обращается к вопросу о необходимости прочного философского фундамента и вновь обращается к вопросу о необходимости изучения гегелевской диалектики в журнале по знаменем марксизма в работе о значении воинствующего материализма ленин указывает что без солидного философского обоснования никакие естественные науки никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановление буржуазного миросозерцания чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до конца с полным успехом естественник должен быть современным материалистом сознательным сторонником того материализма который представлен марксом то есть должен быть диалектическим материалистом и что нужно для достижения этой цели по ленину он говорит что необходимо организовать систематическое изучение диалектики гегеля с материалистической точки зрения то есть той диалектики которую маркс практически применял в своем капитале и в своих исторических и политических работах опираться нужно на то как применял маркс материалистически понятую диалектику гегеля при этом говорит ленин мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон печатать журнале отрывки из главных сочинений гегеля истолковывать их материалистически комментируя образцами применения диалектики у маркса а также теми образцами диалектики в области отношений экономических политических каковых образцов найдет новейшая история особенно современная империалистическая война и революция дают необыкновенно много и завершает это вообще-то можно сказать философское помещание ленин словами о необходимости становиться своего рода обществом материалистических друзей гегелевской диалектики но надо сказать что к этому к этому призыву ленина отнеслись мягко скажем прохладно марксизм изучался значит диалектика вообще говоря систематически в советском союзе не изучалась даже на философских факультетах марксизм изучался вот разрывно то есть все три момента неразрывные моменты марксизма были разорваны здесь изучали политическую экономию здесь изучали философию здесь изучали научный социализм и в общем-то говоря не удивительно что такой подход привел к закономерному итогу и в 62 году на двадцатом съезде при отказе от ключевых положений марксизма съезд голосуют фактически полностью за данный отказ от теоретических ключевых теоретических положений марксизма и с этого момента начинается период переходный период от к социализма к капитализму который заканчивается реставрации капитализма который заканчивается буржуазной контрреволюцией и заканчивается собственно говоря той ситуацией в которой мы с вами сейчас находимся последнее что да уже последнее что я бы хотел здесь сказать что первое что без систематического изучения диалектики по выражению ленина наш материализм будет не сражающимся а сражаемом а соответственно и коммунистами мы не сражающимися а сражаемыми недействительными коммунистами поэтому всех товарищей коммунистов призываю изучать диалектику штудировать ее это тяжелое занятие но пути идти по этому пути нам необходимо и самое последнее если мы обратим внимание на сегодняшние буржуазные государства и на то какие какая философская основа вообще говоря а поставлена в под сегодняшние буржуазные государства то мы с удивлением для меня это было удивление когда я этот вопрос изучил из да с умилением увидим что даже объективный идеализм нигде в буржуазных государствах как философская основа практически не используется в основном основой философской является религиозное религиозные воззрения и верования вот религия и такое религиозное мировоззрение вообще является основой большинства буржуазных государств сегодня поэтому надо сказать что призыв изучения гегеля и диалектики можно обратить не только к коммунистам но и к буржуазии если буржуазия хочет выражать про момент прогресса в развитии капитализма каковой безусловно присутствует то ей бы неплохо было стать на прогрессивную основу на диалектическую основу пускай на она будет связана с объективным идеализмом но вот как-то откатываться уж совсем к религии тоже нехорошо вот поэтому такой призыв изучения гегеля изучения диалектики можно обратить не только к коммунистам но и вообще говоря тем кто буржуазные идеи выражает на этом я пожалуй закончу спасибо если есть какие-то вопросы посмотреть насколько вот это обращение к религии является ущербным для системы смотрите насчет если мы рассматриваем в развитии капитализма два момента прогресс и регресс вот религия и обращение к религии вы выражает регрессивный момент капитализма развитие капитализма а почему так получается значит в чем заключается собственно говоря прогрессивный момент развития прогрессивный момент развития в капитализме заключается в том что капитализм подготавливая социализм вот она не хотя подготавливает он укропняет производство создает крупную промышленность но на религии когда философской основе основа является религия крупная промышленность не очень как-то получается вот как практика показывает вы имеете ввиду диалектическую логику не вообще логи формально формальную логику действительно в школе изучали аристотелевскую но это другая логика диалектической конкретно от каких моментов отказ значит отказ был не по гегелю отказ бы добавил отказ от основных положений марксизма до основных положений марксизма значит да первое положение было выкинуто диктатура пролетариата из программы выкинуто был тезис о народном государстве то есть государство теперь у нас не классовая народная общенародная да это просто ну коренной отказ от положения марксизма о том что такое государство вообще и вот это теоретическое теоретический отказ в сфере теории потом выразился через ну буквально через несколько лет в косыгинск в либермановской реформе которая известна больше как косыгинска когда был отказ от показателей социалистических в экономике и переход к рыночным показателям вот не за такое ощущение что просто не заметили этого но не изучали в том числе науку логики не не понимали что если классовая борьба не ведется если противоположности не борется классовая борьба ведется и в условиях социализма потому что есть еще классовые различия класса уничтожены но классовая различия остаются вот такое диалектическое противоречие и вот это диалектическое противоречие не понимали. Вот, еще вопросы? Ну достаточно. Спасибо, Кирилл Иванович. Кто же Владимир? Как совершенно верно сказал Владимир Иванович, без Гегеля наш материализм будет на сражающемся сражаемом. Что мы наблюдаем на протяжении, после Ленинского, ну и во всяком случае, после сталинского времени. И сейчас, надо сказать, это вот находится в тяжелом поражении. Марксизм истинный, потому что среди обилия людей, называющих себя коммунистами, а сейчас таких очень много, к сожалению, мало кто вродеет тем, что лежит в основе марксизма. Из трех моментов марксизма, которые перечислял Владимир Иванович, это гегелевская диалектика, политэкономия Адама и Смита, и научный социализм, конечно, основополагающий камень, это гегелевская диалектика. Потому что без нее не поймешь ни политэкономии, без нее не будет научного социализма. То есть это ключ к пониманию остальных проблем. И тут спрашивали, а вот логика, обычно, когда говорят просто логика, то имеют в виду формальную аристотелевскую логику, которая применяется в математике. Если коротко, то она построена на исключающем или. Или А равняется трём, или А равняется пяти, но такого, чтобы А равнялась и трём, и пяти, такого быть не может. И вот математика, эта логика, кстати, для прочтения, она ничуть не легче гегелевской логике. И вот выжимки из этой логики их в математике, в программировании, и раньше в школе преподают, и это, в общем-то, нормально. Диалетическая логика построена на И. И то, и другое. Каждый человек хороший, и в чем-то плохой, и в чем-то хороший. И все имеет свое отрицание. То есть есть позитивная сторона, и есть некая негативная сторона, которая не всегда вот то, что в житейском смысле хорошее и плохое. Реальности отрицания, они неразрывны друг от друга. И вот на этом И построена диалектическая логика. И поэтому, согласно диалектической логике, вообще говоря, для того, чтобы приобрести некую культуру логического диалектики, не обязательно вот штудировать науку логики от и до. Хотя это, конечно, нужно. Но вот просто необходимо рассматривать каждый предмет в его противоречиях. Вот это даже вот при достаточно поверхностном ознакомлении с наукой логикой, если вот такая культура рассматривать все в противоречиях, она дает ключ к пониманию предметов. Вот, скажем, социализм, как сказал Владимир Ильич Андропов в 83-м году, мы знаем общество, в котором живем. Это вообще, говоря, было правильно, потому что социализм не исследовался научно практически, вот можно сказать, до того, как появилась работа Михаила Васильевича Попова о противоречиях социализму. Потому что, не исследуя противоречия социализма, не понимая, какие противоречия присущи к социализму, невозможно исследовать предмет, невозможно понять его природу и невозможно уравить тенденции, которые, надо сказать, в 80-м годах уже оформились как откровенный переход от социализма к капитализму. Вот. И поэтому, вот хотя бы даже вот набирание некой такой вот культуры, оно необходимо. А этой культуры нету и у большинства, не только у большинства населения, но, надо сказать, и у большинства тех, кто называет себя коммунистами. Здесь вот нельзя не вспомнить библейское изречение, как можешь ты нести свет, когда сам темный. Люди не понимают, что такое диктатура пролетариата, что такое советская власть, что такое фашизм. Об этом дискуссии горячие идут, даже внутри так называемого коммунистического полиса, который собрала вокруг себя коммунистическая партия Греции, и в котором состоят партии, которые, в общем-то, наиболее твердо привержены марксизму. Но, тем не менее, и там многие товарищи не понимают сущности, и всего, опять же, вот, не понимание Гегеля, игнорирование Гегеля, игнорирование логики, потому что без логики нельзя принимать радичных решений, и, в общем-то, на какую-то руководящую роль в обществе претендовать, не понимая логики и будучи нерадичным, вообще говоря, как-то странно. Продолжение следует...